МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Павлович, 7 ноября Акционерное общество Серпуховский завод «Металист» отметил 72-ю годовщину со дня образования вашего предприятия. Во-первых, примите наше поздравление, но и хотелось бы узнать, с чем заводчане подошли к этой дате? Ведь дата большая, а старое предприятие. От коллектива завода «Металист» благодарны за поздравление. И, наверное, лучше всего цифры расскажут о наших достижениях. Я дам небольшую ретроспективу наших показателей основных, чтобы было понятно, на каком этапе мы находимся. Если взять период до 2012 года, то объем производства предприятий стоял порядка 500 миллионов рублей. В 2014 году мы перешли рубеж 500 миллионов, достигли 569 миллионов рублей. А в 2014 году был совершен, будем так, скачок. И впервые мы вышли за рубеж 1 миллиарда. В 2014 году объем производства составил 1 миллиард 240 миллионов рублей. В этом году, в 2015 году, мы ожидаем 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Значит, просто если приводить сравнение, то... Ну, по сути, в три раза. Да, да. То есть, в общем-то, вот такая динамика. И я думаю, что эта динамика будет, в общем-то, как дальше продолжаться. Если брать своду нечистую прибыль, то вот до 2012 года она оставляла там порядка 50 миллионов рублей. В 2014 году 75 миллионов рублей. И в 2015 году, вот в этом году мы ожидаем чистую прибыль на уровне 142 миллионов рублей. Серьезный скачок. Да. Значит, средняя численность. Вот средняя численность до 2014 года была у нас до 800 работающих. В 2014 году 868 человек. И в этом году уже 967 человек. Если брать вот среднюю заработную плату, то, значит, в 2012 году она была 20 тысяч рублей на одного работающего. В 2014 году 28 с половиной тысяч. Прогноз 2015 года 30 тысяч 300 рублей на одного работающего. Но мы уже перешагнули эту рубеж, и, наверное, цифра к концу года будет побольше. Выработка одного сотрудника до, так сказать, этого скачка составляла порядка 650 тысяч рублей на одного работающего. В 2014 году она уже составила 1 миллион 412 тысяч, через 20 тысяч на одного работающего. И прогноз этого года 1 миллион 667 тысяч на одного работающего. Ну, а вот самая, наверное, тоже впечатляющая цифра – это инвестиции в основной капитал. Значит, если вот до 2012 года инвестиции в основной капитал составляли порядка там 30-45 миллионов рублей в год, да, то, значит, в 2014 году это уже 265 миллионов, и в 2015 году инвестиции составят более 1 миллиарда рублей. Самые сложные времена для металлиста когда были? Ну, наверное, самые сложные времена для металлиста начались после 1991 года, вот, когда предприятие потеряло 97% от объема. Вот, ну, и вот сейчас мы начинаем выправляться. То есть можно сказать, что потихоньку встаете уже на ноги? Ну, мы уверенно встаем на ноги. Вот, кстати, Сергей Павлович, завод «Металлист», насколько известно, вошел в программу развития предприятий ВПК до 2020 года. Вот, как вы говорите, вышел на новый виток восхождения. Как это отразится и отражается на работе предприятия? Оборудование, там, инвестиции, какие-то перспективные проекты? Вот об этом несколько слов. Ну, надо сказать, что завод «Металлист» до, так сказать, 1991 года был одним из ведущих предприятий в своем главке в Министерстве общего машиностроения. Завод отпускал очень большую номенклатуру и, значит, количество различных датчиков и специальных электродвигателей для систем управления. Ну, это, в общем-то, как бы вся наша продукция шла, в основном, как бы в ракетно-космическую отрасль. Вот. И, в основном, это была, конечно, электромеханика. Точная электромеханика. И, ну, жизнь, в общем-то, как бы, так сказать, развивается, да, и в настоящее время электромеханика, ну, все менее и менее востребована в современных навигационных системах. То есть сейчас основными датчиками для навигационных систем являются кварцевые, значит, или же, там, кремневые акселерометры. Значит, вместо электромеханических гироскопов применяется лазерная гироскопа, волоконно-оптические гироскопы, вибрационные гироскопы. И приходится идти вот с ногу с этими новинками. И вот почему мы говорим о новом метке? То есть для того, чтобы, в общем-то, как бы соответствовать требованию времени, мы должны были, ну, будем говорить так, совершить вот это вот техническое перевооружение, для того, чтобы соответствовать, ну, действительно, вот как бы... Чтобы выпускать то, что нужно сейчас, на данный момент. Да, да. Я могу сказать так, что, допустим, если брать, допустим, сухопутную технику, да, то одно из требований Рособоронэкспорта, что, значит, в навигационных системах, которые поставляются вот за рубеж, да, в составе вот этой техники, да, не должно быть элитромеханики. Потому что весь мир уже ушел от элитромеханики. Это уже, как бы, ну, будем говорить так, каменный век. Поэтому вот мы должны, соответственно, перевооружиться. Ну, и вот нам, заводу, очень повезло, что мы, так сказать, поставляли и поставляем комплектующие для системы управления ракеты комплекса «Искандер». Значит, в 2010 году было принято решение о, значит, включении у нас в федеральную целевую программу развития оборонного, предприятия оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время, вот, оценка этого проекта, значит, совокупная, да, это с учетом бюджетного финансирования, собственного финансирования, порядка двух миллиардов рублей. Вот. И эта программа была рассчитана на 2011-20-е годы. То есть, где-то в 2010 году мы должны были выйти на, так сказать, запланированные мощности и выпускать определенное количество датчиков для, значит, навигационных систем. Но нам удалось убедить, вот, сейчас руководство холдинга, которое называется НПО «Высокоточные комплексы», это один из холдингов Ростеха, куда мы входим, вот, удалось убедить Минпромторг, и мы получили, значит, ускорение по финансированию, и фактически будем говорить так, что финансирование закончится, вот, бюджетное, да, вот уже в 2016 году. И в 2016 году, вместо 2020 года, мы начнем уже серийный выпуск датчиков для навигационных систем. Это серьезно. Я прошу прощения, Сергей Павлович, подсказывает режиссер, у нас есть звоночек в студии. Можно мы проверим вам все? Конечно, конечно. Говорите, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. 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 Меня зовут Павел, я хотел бы поинтересоваться, хотел бы устроиться к вам на завод работать, а какие требования? Спасибо. Спасибо. Павел, ну, мы нуждаемся в специалистах, причем в специалистах очень высококвалифицированных. Вот сейчас не стоит, так сказать, задача просто набрать специалистов, да, мы берем, в общем-то, как бы с очень таким тщательным выбором. Можно обратиться в отдел кадров, телефон отдела кадров 78-23-21, ну, в общем-то, как бы мы постоянно печатаем объявления о наборе специалистов, вот в средствах массовой информации, значит, ну, можно будет просто зайти на сайт и взять наши, так сказать, контактные телефоны. А требования какие? Ну, вот высокой квалификации. Хотя, в общем-то, мы берем даже и молодежь, которые не имеют, может быть, пока еще опыта работы, да, но мы отбираем, так сказать, смотрим, как люди учились, да, значит, отношения, так сказать, к работе. Я даже помню, ваш проект, вы обучаете даже специалистов, у вас был проект с гуманитарным колледжем. Да, да. Значит, я могу сказать, что очень хороший был опыт, значит, это опыт дуального обучения. Кстати, мы тут ничего нового не придумали. Еще в 30-е годы, когда в Советском Союзе стал остро вопрос подготовки кадров для развивающихся, предприятий ВПК, ну, даже вообще для индустрии, да, то был такой ученый, революционер Гастев, вот, который предложил очень оригинальный такой метод подготовки кадров, ускоренный, то есть берутся, во-первых, для каждой специальности вставляются требования, вот, так? Учить под себя. Да, вот, требования, то есть, что должен специалист вот на данном рабочем месте уметь. Значит, там берется набор теоретических знаний и практических навыков. Набирается группа, она тестируется, смотрится ее базовый уровень, подтягивается к базовому уровню, и потом с базового уровня по этапу начинается подведение к требованиям, которые, вот, определяется в этой профессии. Вот, и, в общем-то, так говоря, вот тот метод, который мы вместе с гуманитарным колледжем применили, дуальное обучение, да, в общем-то, это как раз то, что было, вот, так сказать, предложено еще вот на заре советской власти. И мы получили очень хороший эффект. Вот, значит, мы подготовили, вот, совместно с гуманитарным колледжем, ну, приличное количество уже оптиков, механиков. Вот, нельзя сказать, что, допустим, это специалисты очень высокого уровня, потому что стать квалифицированным оптиком механика можно в течение, там, допустим, нескольких лет. Но ребята получили основные навыки, и они сейчас работают. Мы будем переводить этих ребят уже на сдельную оплату труда, что будет являться стимулом в их развитии. Вот, и, в общем-то, очень хороший метод. Таким же образом еще подготовили группу, значит, ну, как бы, девушек, которые влияются контролерами оптических деталей. То есть, метод себя, в общем-то, хорошо зарекомендовал. Ну, вот смотрите, Сергей Павлович, если раньше на металлисте ставила огромная очередь из желающих вот трудоустроиться, сегодня ситуация несколько изменилась. Вот уже можете выбирать, как-то вот отбирать. Я правильно понимаю? Да. Ну, здесь какой момент? В общем-то, раньше, в общем-то... Брали всех. Ну, не то, что брали всех. В основном, вот, рабочие, да, работали на универсальном оборудовании. То есть, один станок, а не человек. Сейчас, вот, в ходе технического перевооружения мы получаем оборудование, которое очень высокопроизводительное. И нам нужно, так сказать, здесь решать задачи, которые стоят перед нами не числом, а умением. То есть, мы берем очень квалифицированных специалистов, которые вот работают на вот таком уникальном уровне. Потому что стоимость оборудования доходит до 100 миллионов рублей единицы, допустим. Да, поэтому тут оба кого не возьмешь. Требования очень высокие. Ну, конечно, мы готовим этих специалистов, тестируем, вот, как бы, допустим, сначала, прежде чем допустить к работе, вот, пестуем. Ну, вот, да. Сейчас много людей не надо, нужны люди качественные. Я могу сказать, что вот у нас сейчас не 10 тысяч работают, да, приближается к 1000. Я думаю, что сильно мы не будем уходить за 1000, так сказать, работающих, но зарплаты вот уже со следующего года, я думаю, будут очень-очень высокие. Вот, возвращаясь к предыдущей теме, развития предприятий в ЭПК до 2020 года, вы сказали, что уже в следующем году какой-то шаг предприятий сделает. Да. Благодаря этой программе. Да. Значит, вот я сказал, что мы решаем проблему ускорения, вот, перевооружения, да. Да, где-то к середине 2016 года мы должны получить практически последнее оборудование, которое заказано. Там очень большие циклы изготовления, там, до 11 месяцев. И нам уже ставится задача, что в следующем году уже сдать серийно вот часть приборов, которые пойдут на очень ответственные изделия. Вот, я правильно понимаю, что стабильность, уверенность, завтрашний день есть, появилась? Дмитрий, тут стабильность, она освоится не только, что, допустим, есть заказ. Вот, те предприятия, которые сейчас работают в ВПК, да, они в каком находится положении? Очень сложно, ну, будем говорить так, зайти на борт какого-то изделия, да. И, ну, будем говорить так, очень большая конкуренция. И для того, чтобы решить эти задачи, завод решает задачу создания собственной, то есть мы ведем собственные разработки. Вот, в частности, одна из наших разработок, буквально, наверное, в конце месяца, так сказать, слетает, да, и если все будет нормально, мы получим литеру, мы войдем на борт очень серьезного изделия. Это вот наша разработка, да. То есть собственные кадры, собственные инженерным составом в Серпухове это придумали? Да, да. Значит, и вот те изделия, которые мы делаем, они, фактически, не имеют аналогов России, да, и, в общем-то, они на уровне лучших зарубежных вопросов. То есть прибор, который полетит, наверное, в конце ноября, да, он, ну, не хуже американских, в общем-то, как бы изделий, даже, может быть, и лучше где-то. Вот, и мы планируем, вообще-то говоря, разработать гамму датчиков для навигационных систем, раз, а потом решить основную задачу. Вот завод при социализме, да, он был, ну, как, устойчиво, кстати, работал. Он был гарантированно обеспечен заказами. Сейчас заказы приходится искать, доходить, договариваться, выбивать, участвовать в конкурсах и их выигрывать. Да, да, но я что хочу сказать, что завод был предприятием, как бы, низкого уровня комплектации. То есть мы делали датчиков для систем управления, вот, и перейти вот эту, как бы, вот, так сказать, ну, как сказать, грайн, да, допустим, от изготовителя датчика к изготовителю систем, ну, было сложно. Нам просто этого не поручали, это вот было разделение труда. Сейчас те разработки, которые мы ведем, мы разрабатываем не просто датчики уже, а уже законченные системы. В частности, это будет, ну, будем так, блок частных элементов для бесплатформной инерциальной навигационной системы, вот, с уникальными параметрами, да, и вот гирокомпасы. Значит, в стране назревает, ну, будем говорить так, колоссальная, в общем, потребность вот в гирокомпасах, поскольку раньше их делала Украина, уже перестала давно делать, да. Сейчас приходится все сами делать. И вот, в принципе, гирокомпасы на лазерных гироскопах, ну, в общем-то, как бы, имеют уникальное, в общем-то, как бы, качество, да, и, в общем-то, то, что мы представляем в своей разработке, очень радует потребителя. Буквально на днях мы заключим еще один, значит, договор на опытно-конструкцию работы, и уже планируем ее выполнить в очень, так сказать, сжатые сроки, ну, нереально сжатые сроки. И уже в 2016 году выйти к ценносерию по гирокомпасам для нашей армии, и будем работать на лейно-заказчик. Спасибо большое. Нам подсказывают режиссеры, и есть еще один звонок в студии. Здравствуйте, задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр. Вот я хотел бы поинтересоваться. Закончил университет и хотел бы устроиться на работу, ну, допустим, к вам на завод. Какие условия, и немаловажный вопрос, какая заработная плата? Александр, какой университет, уточните, пожалуйста, и специальность? Для Сергея Павловича это важно. МГУ. МГУ? Да. Факультет? ФИСФАК. ФИСФАК. Прекрасно. Ну, Александр, я могу сказать так, что у нас работают, значит, люди, которые закончили МГУ, работают у нас в КБ и занимаются разработкой как раз вот датчиков. Это и лазерные гироскопы, и, значит, кварцевая акселерометра. Поэтому с удовольствием встречусь, побеседую с вами. Вот мой телефон, ну, в общем-то, как бы телефон можно будет найти, это не проблема, да. Поэтому, да, было бы очень интересно с вами встретиться. Часто вот обращаются студенты, закончившие серьезные такие институты, университеты, котирующиеся на международном уровне. Много приходит серпуховичей? Дмитрий, ну, в общем-то, как бы приходит, но ведь наша задача не, так сказать, не только растить смену, да, но уже выпускать продукцию. Поэтому мы сейчас обращаем внимание на готовых состоящих специалистов. Чтобы привлекать их. С нами работают уже в нашем составе доктора физмат-наук, кандидаты физмат-наук, да, поэтому вот как раз вот к этим, так сказать, квалифицированным специалистам, да, вот молодежь, которая только закончила, да, мы будем подставлять. А насколько секретна информация по зарплате? Потому что, я так понял, молодого человека интересует зарплату, вот, кто работает проектировщиком, вот, или в лаборатории. Ну, средняя заработная плата, значит, на заводе, я уже сказал, что она превысила 30 тысяч рублей, но для работников СКБ, в общем-то, как бы там она существенно выше, я могу сказать, что там в два раза, и некоторые специалисты в три раза больше получают, выше средняя заработная плата. Все зависит от квалификации и того, какую выработку, что делает человек. Тут же, что получается, что, в общем-то, как бы, есть определенные ставки, да, а потом в ходе выполнения опытно-конструктских работ, значит, мы ведем доплаты за выполнение этой работы, да, поэтому те люди, которые участвуют в выполнении конкретных вот заданий, да, они, соответственно, заплаты получают, а получают и моральное, и материальное удовлетворение от работы. А вот, кстати, такой вопрос, любопытно. Раньше, вот, когда показывали в 60-е, в 70-е годы фильмы про ученых, фильмы про физиков, про оборонщиков, было модно показывать, как они не выходят днями и ночами, выходными, без отпусков сидят в лабораториях, там, что-то придумывают, куют там щит для страны. Сейчас, как вот, бывает такое, что люди остаются даже на переработку и все равно вот сидят вот за компьютерами, там, есть такое? Очень интересный вопрос, действительно, такие люди есть, да, и вот, как вот сейчас даже эта работа, которая идет у нас вот по блоку сильных элементов, вот у нас есть такой шапошник Павел Александрович, да, вот его невозможно оторвать. Во-первых, он, значит, уехал там на несколько недель на испытания, да, от семи, так сказать, оторванные и так далее, приехал сюда и сейчас погружен в работу, но вот такие, да, вот люди есть. И будем говорить так, что вот работа таких энтузиастов, она чем еще интересна, что какие-то решения, да, вот приходят буквально в последний момент. То есть вот мы, я очень благодарен как раз вот таким фанатам и энтузиастам, потому что они, ну, в невероятно вот короткие сроки получают, точно так как бы удивительный результат. Такие люди, да, у нас есть. А вот у новых сотрудников, ну, относительно молодых, там, от 30 до 40 лет, кто вот приходит уже с состоявшимися специалистами, глаза горят, вот есть молодежь вот такого вот уровня. Да, да, да. Радует? Да, конечно, конечно. Ну, вообще-то говоря, вот один из критериев, по которым берем, да, вот разговариваешь с молодыми людьми, ты же видишь его отношение, допустим, к работе, как-то оно проявляется, да, вот поэтому, да, таких людей берем. Ну, вот я правильно понимаю, что у директора рабочий день начинается в 8 часов утра или, может, даже раньше? Ну, будем говорить так, что, может быть, даже чуть попозже, да, чем в 8 часов, но для меня это, как бы, не очень важно, потому что он заканчивается очень поздно. А вот заканчивается, да, во сколько, Сергей Павлович? Ну, он как может заканчиваться там и в 10 в 11 часов. Мы сейчас сидим в эфире, где-то в районе половины восьмого. Вы вот сейчас еще бы были на работе? Ну, конечно, у меня тут, я с собой взял просто бумаги, я просто потом все равно буду заниматься, да. А для сотрудников, которые работают, основной состав, для них существует, я так правильно понимаю, четко нормированный рабочий день, все как в советские времена, с перерывом на обед? Ну, естественно, вообще-то говоря, у нас есть распорядок. Я подвожу к какому вопросу. Завод «Металлист» он всегда славился своими традициями. И вот сегодня на предприятии как? Соблюдается ли вот социальные гарантии, социальный пакет? Вот политика предприятия как работает в этом направлении? Да, вот, конечно, для нас соблюдение социальных гарантий, допустим, выполнение наших обязательств, это является, ну, как бы, вот, ну, как-то, не знаю, тем, что мы обязаны просто выполнять. Это для нас, в общем-то, даже вопрос не стоит. И, в общем-то, как бы, у нас есть коллективный договор, да, он довольно-таки, так сказать, ну, как бы, прогрессивный, и, в общем-то, мы стараемся, вернее, не стараемся, мы выполняем все, так сказать, вот, обязательства администрации по коллективному договору в полном объеме всегда. Знаменитые «Металлистовские турслеты» как продолжаются? Дмитрий, приглашаю на турслет. Турслеты у нас проходят два раза в год. Они проходят в рамках нашей спартакиада. Значит, у нас есть зимний турслет. Вот, и летний турслет. И вот зимний турслет мы обычно еще и совмещаем с Днем здоровья. Это очень такое интересное получилось мероприятие. То есть, выезжает заводчане с детьми и так далее. У них есть возможность поболеть за представителей команд, так сказать, да, своих. И в то же время поучаствовать в, ну, будем так, в своих программах. То есть, у нас есть там игры для детей и взрослых. Можно, допустим, сходить в бассейн, можно покататься на коньках, на лыжах, быть, так сказать, зрителем смотра художественной самодеятельности и так далее. Это очень хорошее мероприятие, которое вот объединяет коллектив. То есть, это все очень-то, как проходит, будем так, с ожиданием и потом с большой отдачей. Ну, вот, как мы знаем, все эти помещения, там, здания, там, всегда это аренда, всегда это кто-то просит денег. Кто оплачивает, за счет предприятия? Ну, конечно. Я сказал, что у нас, во-первых, есть коллективные договоры, которые предусмотрены на эти расходы. Потом у нас есть профсоюзный комитет, который помогает в выполнении, вот, так сказать, таких мероприятий. То есть, мы здесь, в общем-то, как бы не испытываем затруднений и финансирования. Вот через «Металлист» прошли десятки тысяч человек. Учитывая возраст предприятия, сейчас в городе проживает немало ветеранов. Вот администрация завода ведет какую-то работу с ними, встречи, какую-то помощь, может быть, просто вот элементарную на уровне консультации оказываете? Ну, как, вот у нас замечательная ветеранская организация. Я, когда встречаюсь с нашими ветеранами, я всех очень люблю и уважаю, да, я вот заряжаюсь такой энергией, вот, так сказать, это, ну, не знаю, это вот золотой фонд, наверное, вот, как бы, нашей нации. Значит, у нас, у ветеранов есть собственное помещение, где они, так сказать, собираются, да, ведут прием, опять же, ветеранов. И ветераны наши, ну, вообще, ветеранская организация, она считается одной из наиболее активных, наиболее, как бы, мощной в городе Тарас, ну, и, наверное, в области. И она выступает с очень интересным инициативом. В частности, вот, к 70-летию Победы, по инициативе, вот, ветеранская организация была издана книга, которая называется «Мы помним», и в которой, значит, перечислены все заводчане, которые прошли через Великую Отечественную войну. Вот, замечательное издание получилось, мы планируем, значит, выпустить потом второе издание, наверное. То есть, вообще, ветераны, это вот, ну, как сказать, наша опора, вот, да, мы их очень любим, уважаем, и дай Бог им здоровья крепкого, да, многие годы. Сергей Павлович, остается не так много времени до конца прямого эфира. Сейчас, какие основные задачи вы ставите перед своим предприятием, вот, на ближайший, там, год-два? Вот, что директор говорит коллективу? Ну, я хочу сказать так, что первое, мы должны вот успешно закончить техническое переоружение и стать предприятием с очень мощной производственной базой, уникальной производственной базой. Значит, второе, мы должны освоить те изделия, которые вот предполагаются к серийному выпуску. Третье, мы должны провести разработку и закончить разработку изделий, которые, собственно... Собственных, да, изделий, да, причем это изделия уникальные, то есть в России, в общем-то, таких разработок нет. Пока об этом говорить не будем, ничего загадывать. Мы просто говорим, что мы работаем на оборонку, решаем задать сейчас самое. Как раньше называли, штука или изделие. И хотелось бы, чтобы сейчас, в ходе нового витка, было создано предприятие 21 века. То есть, предприятие с высокой заработной платой, с высокой культурой производства, с большими перспективами. Чтобы, в общем-то, я пенсионер, мы уйдем с предприятия, а вот та молодежь, с которой мы тоже сейчас очень активно работаем, чтобы она получила предприятие, которым можно было бы гордиться. И которое бы обеспечивало их существование, существование города, допустим, на многие годы. Спасибо большое. В конце эфира, Сергей Павлович, хотелось бы еще раз поздравить вас и в вашем лице весь коллектив нашего городского предприятия «Завод Металист». С днем рождения и, надеюсь, увидимся еще в прямом эфире. Большое спасибо. Спасибо. С вами был Дмитрий Большаков. До встречи.